общий привет друзья недавно я выкладывал ролик что такое whisper penny для флюгельгорна специальное приспособление для лентяев который позволяет не занимаясь над шипя с характерным шипящим звуком без всяких усилий играть субтоном шипеть вот это был такой опыт интересный вот теперь здесь у моего друга есть этот whisper для флюгельгорна и есть для трубы вот я на флюгельгорне уже играл попробовал и показал а вот на трубе не играл сейчас попробую видите как оригинально разместились оба этих приборчика то есть вот с этой стороны флюгельгорн а с этой труба вот мы сейчас их сравним вот посмотрите вот для флюгельгорна а вот для трубы разница очевидна то есть трубный трубный whisper penny длиннее ощутимо длиннее но не будем забывать что ему штуку трубы тоже длиннее вот и сейчас я попробую поиграть немножко на трубе потому что я не пробовал я пробовал на флюгельгорне это мне как бы уже знакомы а вот на трубе нет и так как полагается в инструкции мы сейчас попробуем еще вкрутить его но не крути просто вставляешься я щас ему еще он вставляю она как пружина как пружина не вставляется у меня может такой маленький ну давай у меня на штуке что-то есть нет чистый я был а вот это пошел как не так то это просто а вот у него ничего себе ну вот я вставил видите из него прям торчит кусочек а 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 но вы безусловно слышите этот характерный субтон хотя его искусственность по моему очевидно явно слышно что звук такой нарочитый конечно настоящие профессионалы джаза они никогда не будут этим пользоваться они играют таким звуком без всяких приспособлений поэтому конечно смело можно сказать что это для тех кто для лентяев которые ленятся использовать его свой заниматься субтоном вот я когда рассматривал висфор пене для флюгер горна я уже тогда сказал что я думаю что для трубы это не настолько выигрышно вот поэтому не думаю что я буду это использовать в своей работе вот но как эксперимент это вполне интересно надеюсь вам тоже это доставило какую-то дополнительную какую-то информацию вообще о каких-то новинках в мире трубы видите мир не стоит на месте все время что-то придумывают нужное и ненужное но люди что-то изобретают вот во всяком случае кому то наверняка это пригодится вот так же не отходя от кассы мой друг показал мне сегодня мундштук который в общем то самодельник как мне сказали практически он меня удивил тем что у него очень широкие поля и очень маленькая чашка вот я вот не представляю как можно на нем играть но я немножко попробовал и удивительно но он очень такой интересный сразу появляется какая-то резкость в подаче он не такой глубокий как мой и не такой большой звук такой резкий какой-то сразу сразу наверх благодаря маленькой чашке сразу уходишь наверх мой друг говорит что это тутийный мундштук на нем очень хорошо играть и верха и низа и сам он на нем конечно творит чудеса но повторюсь я не занимался два месяца поэтому сейчас вам чудеса не продемонстрирую но сам по себе мундштук просто мне хотелось вам показать очень интересно видите вот он не фирменный он без всяких опознавательных знаков но он очень очень хороший это говорит о том что не обязательно играть на каком то дорогом брендовом мундштук можно найти свой мундштук который будет подходить именно вам и играть и добиваться каких то сумасшедших вершин единственное что это уже относится к профессионалам потому что профессионалы только уже начинают разбираться где какой мундштук что как подходит на какую гугу ложится где какие поля студентам конечно детям я имею ввиду ученикам это это рановато интересно было бы поиграть и не завозьми ничего это 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 все таки для меня это маловато чашечка но тут надо приноровиться понимаете тут надо приноровиться и то не надо кричать а ну я люблю это 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 КОНЕЦ И так, друзья, на этом буду заканчивать свой обзор. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!